Зачем вообще жить? Ведь, по сути дела, когда мы живем, мы учимся. Все, что мы делаем, это процесс учебы. Мы учимся у окружающих людей, мы учимся у природы, учимся у Бога, учимся постоянно. Но часто мы делаем это несознательно и несистематично. Богословское образование – это как раз процесс систематического обучения. То есть то, что человек может изучить за 10 лет, в системе богословского образования он может получить за год. То, на что у средневекового человека, возможно, вся жизнь уходила, сегодня знает ученик воскресной школы. Почему? Потому что есть систематическое богословское образование. Оно не открывает ничего нового, оно только помогает правильно разложить все по полочкам, расставить все на свои места, сделать наши знания упорядоченными и удобными для использования. Итак, если мы хотим быть эффективными верующими, если мы хотим понимать, во что мы верим, как надо жить, если мы хотим правильно понимать Слово Божье, то, конечно, можно учиться всю жизнь на собственных ошибках. Лучше учиться на том, что стало достижением всего человечества. Или, можно так сказать, на ошибках других лучше учиться. Поэтому надо учиться систематически. Систематическое богословское образование – это один из самых эффективных путей к тому, чтобы человек мог получить правильные знания о Библии, о Боге, о себе, об окружающем мире и быть действительно полезен для Царства Божьего. С каждым годом, поступающие в богословские заведения, люди, их уровень знания Писания очень низкий. Люди страдают таким очень поверхностным пониманием своей веры, своей духовности, своей жизни, окружающего мира и так далее. Поэтому это такое первое наблюдение. Второе – это то, что здесь вопрос напрямую связан, как мы понимаем образование и для чего оно вообще служит. Образование служит для того, чтобы раскрыть в человеке заложенный Богом потенциал, сформировать его, развить его. И поэтому богословское образование нацелено на то, чтобы не просто формировать, развивать человека, заставлять думать, но формировать целостного человека, формировать в нем целостное восприятие себя, окружающего мира и, естественно, священной истории, которую мы считаем формирующей, нормативной и так далее. И последнее – если мы хотим, чтобы у церкви было, скажем так, конкурирующее будущее с другими какими-то религиозными институтами в современном мультикультурном, мультинациональном, мультирелигиозном обществе, то я сложно себе представляю, как она может быть таковой без образованных служителей, пастырей, лидеров церкви. Вот когда-то для того, чтобы считаться грамотным человеком, нужно было уметь читать и писать. То есть это считать – это вот было достаточно. Несколько лет тому назад один из министров образования Украины сказал, что сегодня грамотный человек – это тот, который знает хотя бы один иностранный язык и умеет свободно обращаться с компьютерными технологиями на уровне пользователя. Ну, конечно, речь идет о богословской грамотности. И я думаю, что сегодня верующему человеку нужно учиться, быть богословски грамотным для того, чтобы уметь анализировать процессы, уметь находить ответы на жизненные вопросы, обращаясь к Священному Писанию и к церковной традиции, к богословской традиции в данном случае. И реагировать на вот те вызовы, с которыми приходится Церкви, обществу нашему современному сталкиваться. Вот для этого и необходимо обучаться. Ну и, конечно же, самое главное – это навык самообучения, то есть то, без чего невозможно обойтись в принципе. Вот поэтому нужно учиться. В Писании мы видим, что самое распространенное название верующих или последователей Иисуса – это ученик. И очень важно нам действительно продолжать заниматься обучением самостоятельным или в контексте Церкви, в контексте учебного заведения. И заниматься этим постоянно – это очень важно. Этим мы выполняем даже наше название, наше призвание. Я где-то с 1994 года вовлечен в богословское образование как студент и как преподаватель. И сам много лет искал ответ на этот вопрос для себя, во-первых, и для студентов, с которыми работал. И пришел к выводу с учетом своего небольшого опыта около 20 лет, что все-таки сущность богословского образования – это изменения. Изменения нашего характера, нашего мировоззрения, наших ценностей. Если мы хотим быть Божьим проводником изменений в нашей семье, в Церкви, в группе, в церкви и в обществе, нам нужно быть открытым к новым вопросам, к новым вызовам. И не просто быть открытым, но искать на них ответы. Каждый поиск ответа – это всегда открытая дверь к изменению, где мы принимаем решения. Мы изменяемся, продолжаем дальше искать ответы, или мы закрываемся, и тогда выступаем против всего нового, против знаний, против изменения. И для меня лично это очень помогло и в преподавании, и в учебе, на бакалавриате, на магистрском уровне, когда я понимал, что каждый предмет, он изменяет меня, начиная от грамматики греческого языка, заканчивая историей философии. Все верующие люди, они призваны к богопознанию. И образование – это то вспомогательное средство, которое может продвигаться более эффективно в этом процессе. Конечно же, человек может заниматься и самообразованием, он может читать книги, но обучаясь, скажем, в среде других людей, имея рядом людей, которые прошли какой-то путь, имея наставников, этот процесс, конечно, становится более эффективным. Поэтому образование, я бы сказал, это неотъемлемая часть. Формы могут варьироваться, но в целом образование как таковое, какое бы оно ни было, это неотъемлемая часть любого христианина, и особенно, когда мы говорим о служителях, то есть тех, которые хотели бы двигаться в служение. А это уже вопрос призвания. Поэтому, наверное, образование будет в каком-то смысле вторым вопросом. Первым будет вопрос призвания, то есть моего понимания воли Божьей в моей жизни. И если я понимаю, что Бог призывает меня к служению, то здесь, конечно, образование неотъемлемое. Богословское образование евангельскому верующему необходимо постольку, поскольку ему необходимо богопознание. Богословское образование и есть богопознание, поэтому оно необходимо. Вторая причина – качественное богословское образование, оно помогает понимать не только Бога лучше, но оно помогает понимать в лучшем мире его подлинные нужды. Без богословского образования трудно представить себе целостное служение церкви в современном мире. Поэтому я рекомендую любому верующему учиться в богословских учебных заведениях, получать богословское образование. Когда Иисус Христос избирал себе последователей, я думаю, не случайно назвал их учениками. И уже тогда Иисус Христос понимал, что христианин, его последователь, он будет учиться всю свою жизнь. И время, в котором мы живем, уникальное время, когда на нашем постсоветском пространстве появилось столько возможностей учиться основательно, фундаментально было бы глупо терять эти возможности. Христианин для меня это человек, который учится всю жизнь, и для этого я с различными методами. И сегодня Бог дал нам возможность учиться на стационарных программах, и мы должны это использовать, быть благодарны Богу за это. Верующий человек, находящийся в современном обществе, быстро меняющемся, в котором сосуществуют различные мнения, традиции, практики, ему необходимо ориентироваться. И богословское образование дает ориентир. Ориентир богопознания, ориентир понимания себя, ориентир понимания общества. И ориентир к тому, чтобы понять, каким человек может быть полезен в служении своему окружению, быть полезен в созидательной работе. Богословское образование дает возможность человеку защитить свои убеждения, транслировать свою веру в практику жизни, совместить веру с жизнью. Конечно, богословское образование расширяет горизонт человека. Здесь подключение и к изучению священного писания, к истории церкви, подключение к миссионерской деятельности церкви. Призывает нас великое поручение. Вот я воспринимаю эту заповедь, великое поручение Христа. Идите, научите, как призыв заниматься не просто евангелизацией, но учебой. Идите, научите, уча. Вот хотя на самом деле евангелизацию и образование отделить невозможно. Вот про ханом говорил, что церкви, которые не занимаются миссией, слабеют. Те, которые не занимаются богословским образованием, не имеют силы для духовного прогресса. Поэтому обедняем то и другое. Во-вторых, самосущность ученичества требует образования. Вот интересно, как в Новом Завете называются христиане или верующие. Как христиане только три раза. Верующие, как существительное, используются только пять раз. А слово ученик 250 раз. И из них 30 раз в деяниях. То есть, самосущность ученичества какая? Что делает ученик? Учится. Вот поэтому мы призваны к образованию. Конечно, формы могут быть разными. Например, Христос занимался с учениками по очной программе. 12 учеников, трехлетняя программа, спонсоры богатые женщины. Даже проблемы, как у нас. Там старуста группы отрекся от Христа три раза. Один из учеников предал его. У нас нет таких проблем. Но суть образования. Вот есть, проходит образование какое-то. Ну и последний, я бы еще отметил, практический элемент важный. Допустим, написание статей, подготовка радиопередач, борьба с ересями, переводы Библии. Вот как бы мы могли прочитать Библию, если бы люди не занимались богословским образованием, причем высшим богословским образованием и не перевели Библию на русский, понятный нам язык? Для всех служителей и вообще для всех видов служения в церкви обучение просто обязательно. Поэтому все христиане, которые заняты в служении, им очень важно учиться, быть грамотными, повышать квалификацию. И этот процесс постоянный. То есть я бы сказал, что нужно постоянно учиться.